Привет, ребята и девчата, и гости моего канала. Сегодня хочу рассказать о городе, в котором я живу. Город раньше назывался Свердловск, но потом его переименовали в Екатеринбург. Сейчас покажу фотографии нашего города. Очень красивый город, уральский промышленный металлургический город и уральские камни, редкие камни, малахит, кварц, да многое что там перечислять. Уральский мрамор. Давайте полюбуемся, посмотрим. Екатеринбург, речка и сеть. Город стоит на реке и сети. Городской пруд, ночной Екатеринбург. Храм на Крови, где расстреляли нашего царя Николая. Прогулка в парке. Екатеринбург, площадь труда. Дом мецената Савы Тарасова. Сейчас здесь главпочтамт. И резиденция наших руководителей Куйвашево. Это университет УПИ. Городской пруд, мосты через реку. Великолепный Харитоновский парк. Исторический сквер на Плотинке. Просто Екатеринбург, панорама зимнего города. Водонапорная башня на Плотинке. В центре Екатеринбурга. Администрация города. Городской пруд лето. Троицкий кафедральный собор. Город соборов. Мечети есть. Ну, в общем, где помолиться, есть. Это вот набережная нашего Екатеринбурга. А вот это мой дом. Я живу на набережной в самом центре. На 42 этаже. Вот в таком вот доме. В таком доме живет моя семья, дети и муж работают. А я живу на даче. В 150 километрах от Екатеринбурга. Хочу рассказать немного о городе. Екатеринбург – это административный центр Уральского федерального округа. Екатеринбург расположен на восточном склоне Среднего Урала по берегам реки Исети. Основан в 1723 году и назван в честь императрицы Екатерины I. Екатеринбург является важнейшим административным центром. Здесь располагается штаб военного округа, президиум Российской академии наук. Екатеринбург – столица Урала. По городу проходит меридиан, который разделяет Европу и Азию. Можно перепрыгивать. Сегодня ты в Европе, завтра ты в Азии, в Европе, в Азии. Климат умеренно континентальный. Есть Южный Урал, есть Средний Урал, есть Полярный Урал, есть еще Заполярный Урал. Екатеринбург находится на Среднем Урале. Численность населения полтора миллиона человек. Институты, университеты, заводы, метро, стадион, аквапарк, дельфинарий. Живут у нас 80% населения русские, 3% татары, 1% украинцы, башкиры, марийцы, немцы. Это все вот по 1% такой народности. А также удмурты, белорусы, армяне, таджики, казахи, цыгане, молдаване, коми-пермики, осетины, якуты, болгары, евреи, поляки и даже есть греки. Хочу еще сказать, какие знаменитости родились, выросли, получили образование у нас в Екатеринбурге. Это Александр Масляков, резидент КВН, Александр Новиков, Барт, город древний, город старинный, Сергей Светлаков, КВН, Семен Альтов, писатель, юморист, Юрий Лоза, Барт, Александр Малинин, певец, певец романсов, Юлия Чечерина, певица, Владимир Шахрин, рок-музыкант, группа «Чаев». Семья Владимира Преснякова, Алексей Балабанов, кинорежиссер, Владимир Гостюхин, актер, фильм «Дальнобойщики», Юлия Лепницкая, фигуристка, Альберт Филозов, актер, уральские пельмени, наши ребята КВН, Брекоткин, Соколов, Мясников, Юлия Проскурякова, певица, жена Игоря Николаева, Вячеслав Бутусов и группа «Наутилус-Помпилиус», Владислав Крапивин, детский писатель, Агата Кристи, рок-группа, Глеб и Вадим Самойловы, Бажов Павел Петрович, здесь родился, «Малахитовая шкатулка», Владимир Граматиков, режиссер, актер, Александр Демьяненко, это Шурик из «Касказской пленницы», здесь он родился, у нас, у нас, Илья Кормильцев, это автор песен для «Наутилуса-Помпилиуса», Мулявин Владимир, представляете, белорус, писнеры, а родился он у нас, в Свердловске, Эрст неизвестный, это скульптор, который делает грандиозные скульптуры и известен на весь мир. Я не имею права брать чужие ролики, но под видео оставлю ссылочку «Вечерний Екатеринбург». Посмотрите, кому захочется, может быть, посмотреть, что за город. О, это ролик снят с дрона. Полетайте, посмотрите, какой прекрасный наш город. Вот в двух словах рассказала, как смогла. Приятного просмотра. Просмотрите ролик. Отличный город. Приезжайте к нам жить. Здесь клёво, перспективы огромные, заработок можно вообще зарабатывать, сколько хочешь. Самое главное – работать. Ну, маленький минус – холодно зимой. Пока-пока. Приятного просмотра.